Застройщик, который подарил Твери новое качество жизни. Группа компании «Удачи» не только застраивает собственные коттеджные поселки, но и с успехом реализовывает творческие и социально-культурные проекты. Действительно грандиозным стал праздник по случаю пятилетия конкурсов «Поймай удачу». На гала-концерте выступили финалисты пятого вокального и пятого танцевального конкурсов. Творческий смотр, вдохновленный жителями поселков, со временем перерос в престижный фестиваль. У нас есть миссия. Миссия обозначается у нас словом «созидание». И, соответственно, мы стараемся создавать позитивные дела в рамках собственной деятельности. Начиная со строительства, продолжая создание сообщества жильцов, стараемся повышать качество жизни для проживания в собственных поселках. Соответственно, хотим влиять определенным образом на среду, которая нас окружает. У нас же помимо конкурса «Поймай удачу» существует еще ряд социальных активностей, например, у нас есть футбольная команда, футбольный клуб. Также у нас есть детская команда КВН. То есть мы не ограничиваемся только строительством, но мы еще заинтересованы в развитии спорта и пропаганде здорового образа жизни, ну и, естественно, интеллектуального потенциала наших детей. Все пять лет проект «Поймай удачу» активно поддерживает городская администрация и ведущие представители культуры региона – хореографы, вокалисты, педагоги, артисты. Из года в год они встречаются в жюри конкурса, что задает высокую планку мастерства. Солисты и коллективы создают номера специально для фестиваля. Такое соединение бизнеса и творчества, я думаю, что дает потрясающие результаты. Мы это все видим уже на сцене. Слава Богу, что есть такие бизнесмены, которым действительно не безразлично творческая составляющая нашего города. На сегодняшний момент мы, конечно, видим уже хорошие, достойные номера, достойные коллективы, которые могут на очень приличном уровне представлять наш город и наш регион во всероссийских мероприятиях. Я рад, что такие конкурсы есть. И пускай их будет больше, пускай молодежь трудится, танцует, поет. Все зависит от молодежи. История есть, история всегда будет. Так вот, история зависит от нашей молодежи. Во время гала-шоу на сцене представили более 30 номеров. У творчества нет границ. Так можно сказать о формате проекта «Поймай удачу». Здесь нет деления между профессиональными вокалистами и танцорами и любителями. Возрастные и жанровые границы также условны. Участие в конкурсах абсолютно бесплатное. Об этом конкурсе мы уже знаем с начала его основания. Во-первых, я еще работаю с компанией «Удачи» в Академии КВН, с педагогами с детишками. Мы каждый год участвовали, но первый раз прошли в этом году финал, и чему очень рады. Мы решили показать в номере историю великого художника Пикассо, его мысли, идеи, как он творил. Я узнал об этом конкурсе еще давно и пробовал попасть туда несколько раз. И вот сейчас я прошел финал. Я выбрал композицию «Гарри Стайлз» за «То бе салонли», потому что это мой любимый исполнитель. Впервые выступал с какой-либо хореографией. Мне пришлось взаимодействовать с людьми в танце. Помимо насыщенной концертной программы, зрители ожидало немало интерактива от группы компаний «Удача» и партнеров праздника. В фойе для гостей организовали мастер-классы, музыкальную велкам-зону, выступления победителей прошлых лет. Для зрителей провели розыгрыш призов и презентацию четвертого литературного сборника «Поймай удачу». В итоге гран-при пятого вокального конкурса «Поймай удачу» получил Денис Козлов, а гран-при пятого танцевального конкурса завоевал образцовый ансамбль танца «Летите голуби». Победителям вручили денежные призы. Также определены шесть лауреатов первой степени, лучшие в номинации приз зрительских симпатий, а также конкурсанты получили множество специальных призов от организаторов и партнеров. Между тем, группа компании «Удача» уже начала подготовку к следующему этапу – пятому литературному конкурсу «Поймай удачу». А в коттеджных поселках скоро стартует летний сезон, поэтому каждые выходные здесь организуют семейные программы, присоединиться к которым могут все желающие.